Детский палаточный лагерь «Халдоми» сгорел в ночь на 23 июля. Погибли четверо ребят от 10 до 12 лет. После трагедии, произошедшей в Хабаровском крае, в Новосибирской области, правительство организовало проверку детских лагерей. Первым, 24 июля, комиссия посетила детский палаточный лагерь «Юность». В реестре детских оздоровительных лагерей Новосибирской области значится 11 лагерей палаточного типа. В настоящее время 5 продолжают работать. На территории Бердска находится палаточный лагерь «Юность», куда с первой областной проверкой прибыл начальник отдела организации отдыха и оздоровления Министерства труда и социального развития Новосибирской области Иван Попов. Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, по предварительной версии, могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Поэтому чиновник особое внимание обратил на меры пожарной безопасности. Баки вот наполненные стоят. Вот этот один? Здесь и вот там все наполнено водой. Источник у нас вот здесь ворота. И вот там дорога, у нас стоят указатели, что пирс для забора воды вот там. То есть у нас стоит. Пирс у вас оборудован там. Гидранты есть у вас? Нет, на территории нет гидрантов. А тушение пожара как, кроме вот этого? А огнетушители и вот две бочки. Поскольку лагерь находится в черте города и закреплен за пожарно-спасательной частью номер 32, наличие пожарных гидрантов и техники на территории не обязательно. Иван Попов провел не только осмотр территории, но и документов, журналы, инструктажи, учета и паспорт безопасности. Итог. В лагере есть 14 огнетушителей, две бочки с водой, два пожарных щита и звуковой оповещатель. Электричества в палатках нет, въезд на территорию не загорожен. Все соответствует регламенту. Единственное замечание – не соблюдено безопасное расстояние между палатками. Где-то подсыпать, может быть, да, чтобы именно развести их подальше. Там, где соответствует, соответствует не вопрос. Крепления не должны мешать проходу детей, да, свободному движению, эвакуации, так сказать. И вот эти вот полтора метра, они для того и предназначены, чтобы можно было пробегать и эвакуироваться. Эта внеплановая проверка была первой, но не последней. Сегодня Берск посетил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Ролов. Проверки носят различный характер. Естественно, перед началом сезона лагеря получают допуск с сезона. И проверяются различными ведомствами, которые задействованы в организации летнего оздоровительного отдыха на территории. Это и муниципальная межведомственная комиссия, это и представители контролирующих органов. Всего порядка 69 различных ведомств, организаций, подведомств комиссий задействованы в организации летнего оздоровительного сезона. И, естественно, есть текущие проверки, которые проводятся как межведомственной комиссией по организации летнего оздоровительного отдыха, по безопасности летнего оздоровительного отдыха, так и муниципальными комиссиями на местах. Насколько безопасно пребывание детей в лагере, именно его оценкой и оценкой областной комиссии будет окончательной. Подробности визита министра корреспонденты ТВК расскажут завтра в вечернем выпуске новостей.